Собор Сибирских Святых Святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца. О его жизни летописец говорит так. Был тих, скромен, благорассудлив, а нищих сострадателен, милостив. Страничка «Жития» открывает нашу программу. Святитель Иоанн родился в 1651 году в городе Нижине. После окончания Киева-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую Духовную Академию, он остался при ней преподавателем латинского языка и вскоре принял монашеский постриг в Киево-Печерской обители с именем в честь святителя Иоанна Златоуста. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант, красноречие и благодатные дарования. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Он ее развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Элеотропион» – «Подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли с божественной волей». С 1685 года Иоанн – наместник Брянского Свенского монастыря. С 1697 – епископ Черниговский. При Черниговской архиерейской кафедре святитель Иоанн создал коллегиум, который по его замыслу должен был украсить Черниговские Афины – школу просвещенного благочестия. По существу это была первая в России семинария, получившая широкую известность благодаря высокому уровню богословского образования. По образцу этого учебного заведения следом возникали духовные семинарии в других епархиях Русской Православной Церкви. В Чернигове святитель Иоанн открывает типографию, где издает множество книг духовно-нравственного содержания, в том числе и свой знаменитый «Элеотропион». Известно, что во время войны со шведским королем Карлом XII святитель Иоанн предрек Петру великому победу, а впоследствии, как повествует сказание о некоторых сибирских подвижниках благочестия, предсказал имевшее быть в 1812 году нашествие на Россию французов. В 1710 году архиепископа Черниговского Иоанна возводят в Сан-Митрополита с наречением на кафедру Тобольскую и всея Сибири. На него возлагается крест апостольской проповеди. О жизни святителя в Сибири летописец повествует, был тих, скромен, благорассудителен, а бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждающихся щедрую милостыню со словами «Приимите во имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для нуждающихся в помощи и слове утешения. Даже в день своего представления, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил у себя в доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовесток вечерний скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе Иоанна Златоуста, Тобольского Успенско-Софийского собора. Сегодня в церковной и около церковной литературе можно встретить немало предсказаний о последних временах. Каким из них можно доверять, а каким нет. Об этом мы сегодня поговорили с настоятелем православного храма в поселке Янбург, отцом Александром Колесниковым, в нашей следующей рубрике «Духовная беседа». Отец Александр, сегодня в церковной и около церковной литературе, кстати, во второй, наверное, чаще, встречается очень много различных предсказаний о последних временах и тому подобных вещах. Вот скажите, стоит ли доверять таким предсказаниям? Ну, эти все предсказания, как мы видим, если мы откроем Евангелие и в 24 главе, где Господь вышел из храма с учениками и говорит, что здесь не останется камня на камне, все будет, как говорится, разрушено, и говорит им о разорении и уничтожении, как мы видим, Иерусалима. Но когда ученики спросили, и о втором пришествии, конечно, когда ученики спросили, когда это будет и какие признаки, Господь говорит, что никому не известно, ни ангелам, только одному Отцу, то есть известно только Богу, когда это будет. Но около этой, как мы видим, среды, этой проблемы, как можно так назвать, конца света и второго пришествия множество вырастает предсказаний, домыслов всяких, которые, ну, и, конечно, очень таких вот сектантских направлений, которые хотят увести человека от истинного, как Бога познания, от истинного смысла жизни, и чтобы он, как мы видим, жил в таком страхе. Конца света. Прежде всего, как человек должен относиться и видеть к своему концу, потому что, как мы видим, человек рождается, и человеку приходит когда-то конец. И конец он не за горами, как сказал святой пророк Давид. Семьдесят, а еще и в силах восемьдесят. Из них и труд, и болезнь. А выход какой? Прежде чего, человек должен задумываться о чем? О своем конце, ну, о своей кончине, не о света, а о своем. И какая его будет частный суд, прежде всего, перед Богом. Отец Александр, что бы вы могли посоветовать людям, которые недавно пришли в церковь и столкнулись все-таки вот в различной литературе с определенными предсказаниями о последних временах, как правильно к ним относиться и чему можно доверять? Прежде всего, человек должен читать святых отцов, которые прошли жизненный свой путь, достигли Царствия Небесного и находятся во святых. И прежде всего, человек же находится только в начале своего пути, как если мы говорим о тех людях, которые только пришли в церковь. И какие-то, если их интересуют вопросы, такие наболевшие жизненные, он должен, конечно, спросить его священника, поинтересоваться, как ему в этом вопросе более глубоко понимать, интересоваться. Конечно, он получит ответ еще и позже, который его интересует. А если человек начнет самостоятельно, только смотря то, что нам показывают по телевизору, или бывает даже в интернете какие-то ролики, все равно нужен духовный наставник, который отсеял зерно, отплевел. То есть есть где-то, как мы знаем, и правда, рассказывает истина, показывается, а где-то, конечно, и примешиваются и ложь, и домыслы, и всякие, как говорится, предсказания, которые есть в нашей среде, в нашей жизни. Так что, конечно, духовник всегда разъяснит и покажет, куда нужно двигаться новоначальному. Человек не доживает и до ста лет, а суетится на тысячу, так сказал святитель Иоанн Златоуста о любви к земным благам. Изречение других подвижников благочестия на эту тему в нашей следующей страничке «Бисер духовный». Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения души, хотя бы весь мир принадлежал ему. Святитель Тихон Задонский Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что столько имел попечения о том, что не приносит тебе никакой пользы. Ава Исаия Любовь к земным вещам есть смола, связывающая крылья духовные. Люди, сильно предававшиеся житейским попечением, подобно откормленным птицам, понапрасну имея у себя крылья, влачатся по земле вместе со скотами. Святитель Василий Великий Кто связан пристрастием к земным благам, тот не обладатель, а обладаемый. Блаженный Августин Не попустим бессмертной душе пристрастием погребать себя в земле, в которой и тело наше не должно навсегда оставаться. Святитель Филарет Митрополит Московский И в мир ничего не вносим, и из мира ничего не вынесем. На гимн вступает человек в земную жизнь, а выходит из нее, покинув и само тело. Не очень ищи себе утешение в том, что дано тебе очень на малое время, а истинного утешения в Боге это утешение навсегда при тебе останется. Святитель Дмитрий Ростовский 22-03-81 Позвонив по этому телефону, вы, как и прежде, можете задать свой вопрос о вере и жизни. Ответ на него услышать в одной из наших ближайших программ. Сегодня на уже поступившей к нам редакции вопросы отвечает директор Новорингойской православной гимназии Ирей Василий Кордов. В нашей следующей страничке вопрос о вере и жизни. Отец Василий, Виталий задает такой вопрос. Почему современный человек должен расплачиваться за грехи Адама и Евы? Справедливо ли это? Не ответственный человек за грех Адама и Евы, как таковой, за преступление непослушания Бога в раю, но каждый человек ответственный за свои личные грехи. Отец Василий, Елена задает такой вопрос. Какими словами можно объяснить подростку, что родителей нужно уважать? Если такая проблема появляется в семье, непослушание родителям, именно ребенка в подростковом возрасте, то здесь уже, скорее всего, время может быть и упущено. Потому что никакими словами, никакими действиями насильственными по отношению к ребенку, то есть ни наказанием его никаким нельзя привить ему то, что он должен был получить еще в самом раннем детстве. То есть родители должны были воспитать самых молодых, как говорится, ногтей. В нем понимание о том, что родители — это неприкасаемый авторитет для человека, для человека растущего, для ребенка. И об этом говорит и заповедь в законе Божьем. Пятая заповедь. «Чтите отца твою и матерь твою, и будет тебе благо, и будешь ты долголетен на земле». Это единственная заповедь, которая нам дается с обещанием благ в этой жизни. Не благ в жизни вечной, а благ именно в жизни этой. И долголетия именно в этой жизни. От этого, может быть, и все наши такие проблемы жизненные. От того, что мы не почитаем своих родителей так, как должны их почитать. Но вот здесь еще есть такая оговорка. Мы почитаем своих родителей, мы остаемся им верны только до того времени, именно до того момента, когда это не противоречит вопросам спасения, вопросам нашей жизни со Христом. Если нас родители призывают тому, мешают нам исповедоваться, мешают нам ходить в церковь, да мешают нам участвовать в жизни церкви, и быть со Христом, то в этом отношении их слушать нельзя. Во всех остальном нужно оказывать им должное почитание. В подростковом возрасте, если ребенок не обрел в своих родителях друзей, то это уже сделать довольно сложно. То есть он уже потом, со временем, когда-то, дай Бог поймет, что он был неправ. Но до этого времени он будет все-таки, наверное, в таком, очень часто так бывает, в таком состоянии пребывать. Тут уже пытаться влиять на него с помощью авторитетов, которые у него есть, с помощью тех людей, которым он доверяет, с помощью тех людей, которым он прислушивается. Борис спрашивает, можно ли помочь человеку, коллеге по работе, который периодически уходит в запой? Убеждение, слова здесь бессильны. Если человек не понимает, что у него есть проблема, то никакие слова, никакие действия внешние ему не помогут. Вот сейчас есть, многие очень люди прибегают к такому процедуре, как, так называемое, кодирование. Вот я часто с такими людьми встречаюсь на исповеди, в личных беседах. И такие люди, из-за того, что они таким образом лишились вот этой страсти, то есть они от нее избавились не своими трудами, а избавились вот как бы таким способом, да, у них очень часто переход, переходит они на другие страсти. Как правило, это гнев, как правило, вот такое вот нелюбовное, немирное отношение в семье после такого бывает, да. И очень часто люди, жены приходят и говорят, вот лучше бы он пил, чем он такое вот сейчас делает с нашей семьей, да. Поэтому пока человек не поймет, что действительно только Бог может ему помочь, в том случае, что он сам это понимает, и он сам хочет от этого избавиться, как и любой, в принципе, грех, да. Мы в нем каемся, да, можем получить прощение только в том случае, если мы понимаем, что грех вредит нашим отношениям лично с Богом, он нас отделяет от Бога, отдаляет. Вот только тогда мы можем избавиться. Помочь этому человеку можно только молитвой, скорее всего. Отец Василий, Алексей задает такой вопрос, может ли у маленького ребенка крестным отцом быть мусульманин, если мать христианка крестная? По правилам церкви это невозможно, потому что человек, который является крестным, да, вообще институт крестных, он возник с прошествиями определенного времени развития церкви, да, стало необходимо это тогда, когда крестили младенцев, тех людей, да, которые не могли сами дать обещание Богу воздерживаться от греха, от жизни порочной, и следовать за Христом. То есть именно поэтому появились крестные, да, они обещали, обещали, что будут всемирно помогать этому человеку, маленькому члену церкви, укрепляться в понимании заповедей Божьих, укрепляться в жизни церкви, будут его вести к Богу сами. Из этой ситуации есть вот такой выход, либо крестная останется один, да, то есть одного человека вполне достаточно для того, чтобы таинство крещения состоялось, да, либо же искать человека-христианина для этого дела. И в завершении программы расскажу притчу. Один человек скопил огромное состояние в миллионы долларов. И вот, наконец, он решил взять себе год отдыха от работы, чтобы пожить в роскоши, которую мог себе позволить. Не успел он принять это решение, как к нему спустился ангел смерти. Будучи профессиональным торговцем, человек решил во что бы то ни стало уговорить ангела продать ему хоть немного времени. «Дай мне три дня и возьми треть моего состояния», сказал он посланнику небес, но ангел был непоколебим. «Хорошо, возьми половину и дай мне всего один день, чтобы насладиться красотой земли и навестить свою семью, которую из-за вечной занятости давно не видел». Но ангел не соглашался. Тогда человек стал умолять ангела дать ему хотя бы две минуты, чтобы написать прощальную записку сыну. Это желание было удовлетворено. В записке было сказано «Сынок, береги время. За все свои миллионы я не смог купить и пару часов». Это была «Дорога к храму. Мира нам всем, мудрости, терпения и добра». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова